Здравствуйте, уважаемые любители шашечной игры! Это видео предназначено именно для вас. Я думаю, что профессионалам оно будет неинтересно. Сегодня мы с вами рассмотрим один из вариантов дебюта «Обратный косяк». В этом варианте уже после восьмого хода белые терпят неминуемое поражение. И вам будет полезно запомнить и знать эти варианты. Дебют, обратный косяк возникает обычно после ходов СБ4, ФЖ5, ЖФ4, ЖФ6, БЦ3. Ну и в этом положении черные ходят ФЕ5. Это дебют называется «Обратный косяк». Если бы БЦ5 сходили, то этот дебют называется «Косяк». Видите, вот эти вот шашки белых и черных образуют как бы дверной косяк. Именно поэтому дебют и получил такое название. Также черные иногда применяют дебют «Обратный», «Отказанный косяк». То есть связанные вот с таким разменом. Еще иногда применяется вот такой «Отказанный косяк». Это уже разработки знаменитого шашиста Бориса Марковича Блиндера, который проживал в Киеве. Но сегодня мы рассмотрим «Обратный косяк». ФЕ5. Ну и в этой позиции сильнейший ход за белых АБ2. И в дальнейшем можно бить как две шашки, так и одну. И у белых будет инициатива в этой позиции. Но если белые в этой позиции играют БА5, то после одинарного размена позиция черных уже несколько приятнее. То есть в этой позиции белым надо играть СД4 и после хода ЖФ6 либо меняться ходом ДЦ5, либо играть ДЦ3. А вот ход АБ2 в этой позиции уже, как ни странно, проигрывает. Дебют очень похож на дебют «Косяк Саргина». Так что рекомендую ознакомиться с этим дебютом «Косяком Саргина». Кто не знает, как там выигрывать. Там наоборот выигрывают белые, причем с помощью красивых комбинаций. Подсказку на это в моем видео оставлю в верхнем правом углу. Рекомендую. А сегодня мы рассмотрим выигрыш наоборот за черных. То есть это, так сказать, обратный косяк Саргина. Многие варианты в этом дебюте найдены известным, талантливым питерским шашистом Александром Шошиным в начале 20 века. Черные неожиданно выигрывают после хода ЕФ6. В чем суть? Видите, друзья, хода СД4 здесь нет из-за банального ДЕ5. Какие еще ходы есть? Но если белые сыграют АБ4, то черные нападают, грызят выиграть шашку, поэтому надо закрываться. Черные отдают две шашки, забирают две. И белые бьют одну шашку. Затем черные ставят дамку на поле А1. Ну и следующим ходом сыграют ЖФ4. И получается, что у черных за две шашки дамка. В данном случае это выигранное положение. Почему? Потому что вы уже, многие из вас знают, что дамка в шашках стоит две с половиной, а то и три шашки. В данном случае дамка черных получена лишь за две шашки. Поэтому материального преимущества черным достаточно для победы. Если в этой позиции белые играют СБ4, тогда черные отвечают БЦ5. Ну видите, опять БЦ3 невозможен из-за СБ6. То есть эти варианты мы уже только что с вами рассмотрели. Поэтому так нельзя играть. ФЖ3 невозможен также из-за СБ6. То есть мы отдаем две шашки, забираем три. Белые также забирают третью шашку. Ну и после размена выясняется, что шашек на доске поровну. Но черные вот таким маневром играют ЖФ6. И на любой ход белых, затем нападают ходом ФЕ5. И забирают шашку Д6. И легко побеждают. То есть в равных позициях, в позициях без особых слабостей, лишняя шашка это выигрыш. Какие еще ходы возможны? Ну ЖХ2 естественно нельзя из-за того, что черные отдают две шашки и прорываются в дамки, легко выигрывая. Естественно так играть нельзя. Остается единственный ход в этой позиции ДЦ3. Теперь черные поджимаются ходом АБ6. То есть видите, друзья, черные не дают белым сыграть СД4 из-за банального ДЕ5. Ну и как бы белые не били, черные прорвутся в дамки. Поэтому в этой позиции у белых есть несколько вариантов ответа. Ну сильнейший ход это ЕД4 с последующим разменом. СД2 здесь также невозможен, потому что черные отдают две шашки. Ну и куда бы белые не побились, черные все равно прорываются в дамки. Например, так-так, ну допустим сюда, и черные легко выигрывают. Если белые играют ЕД2 или ФЖ3, то черные нападают. Видите, приходится закрываться, и черные просто занимают центр. И видите, у белых нет ни одного размена, поэтому их позиция быстро зажимается, и они проигрывают. Например, СД2, ЖФ6, ЖХ2, ФЖ5. И все, белым некуда ходить, остается только сдаться. То же самое на ЕД2. То есть нападаем, надо закрываться, снова нападаем, снова надо закрываться. Играем ЖФ6, и белым некуда ходить. Поэтому в этой позиции у белых остается единственный ход. ЕД4. Теперь черные бьют, у них лишняя шашка. Ну и если белые играют ФЖ3, то черные здесь остаются с лишней шашкой. То есть играем ФЕ7, и после того, как белые отыгрывают свою шашку, мы отдаем одну и забираем две. И в этой позиции должны победить за счет обладания лишней шашкой. Поэтому в этой позиции белые обязаны играть ДЕ5. Теперь черным надо бить именно в эту сторону. Обратите внимание, запомните раз и навсегда, что в эту сторону бить нельзя. Так как в этой позиции побеждают уже белые. Они бьют на Е5. Ну и после того, как черные бьют, белые бьют не в эту сторону, а бьют в эту сторону. Ну и после того, как черные бьют шашку, белые прорываются в дамки и неожиданно празднуют победу. Поэтому будьте внимательны. Прежде чем побить шашку, всегда подумайте, в какую сторону лучше бить. Поэтому в этой позиции бьем именно на Ф4. Ну и если белые бьют в эту сторону, то после всех разменов выясняется, что у черных лишняя шашка. Здесь они должны победить. Наиболее сильное сопротивление белые оказывают в этом варианте. То есть бьют таким образом и затем вот таким ударом по затылку отыгрывают одну из шашек. В этом положении у черных лишняя шашка, но выиграть не так-то просто. Данная позиция стала предметом дискуссии как раз в начале 20 века. То есть Александр Шошин, знаменитый шашист, выложил вот эти варианты и сказал, что в этом положении черные легко побеждают. А не менее известный шашист Федор Каулен заявил, что в этой позиции белые все-таки делают ничью. В дальнейшем, после обмена вариантами, все-таки Александр Шошин доказал, что черные здесь побеждают. Для победы надо играть именно СД6. Ну и теперь, как бы черные и белые не играли, они проигрывают во всех вариантах. Видите, ЕФ2 нельзя из-за ДЕ5, так как черные прорываются в дамки. ЕФ2 также невозможен, потому что после размена у черных будет очень сильный рожон. То есть шашка на поле Д6 или на поле С3 у черных называется рожон, она очень сильная. Соответственно, у белых, когда шашки Ф6 и Д6, то это шашки очень сильные, называется рожон. В этом положении белым лучше всего сыграть ЖР4. И теперь у черных единственный ход на победу ДЕ5. Вот эти ходы запомните. То есть сначала СД6, потом ДЕ5. И здесь белым лучше всего пойти АБ4. Ну, нападение также здесь не приводит к выигрышу шашки. Белые выжидают. Черные играют ЕД4. Снова, видите, нельзя напасть шашку, потому что черные не дают отыграть белым шашку вот таким двойным разменом. И черные здесь должны победить. Поэтому в этой позиции белые сперва играют БА3. Затыкают пробоину. И после хода черных ФЕ5. Опять, видите, нельзя нападать, так как не отыгрывается шашка. Белые играют ЕФ2 и хотят затем сыграть СБ2 и БЦ3. И все-таки отыграть шашку. Да, действительно, в этом положении белые отыгрывают шашку. Но черные создают такую позицию, в которой легко побеждают. Например, ЖФ6, СБ2. Здесь черные делают точный ход ДЦ7. Белые, наконец-таки, отыгрывают шашку. Вот таким разменом хитрым. То есть, именно таким образом. Но выясняется, что их положение проигранное. То есть, шашки белых, видите, они все расположены на бортах. А шашки черных занимают центр. И черные в этом положении легко выигрывают. То есть, на БЦ5 играем БА7. Ну и здесь даже жертвы не помогают белым спастись. Так как их положение очень плохое. В этом положении, после выигрывающего хода ЕФ6, мы рассмотрели ход СБ4. Но белые могут сопротивляться еще ходом ФЖ3. Здесь белые оказывают не менее сильное сопротивление. Но черные все-таки побеждают. Для победы надо точно напасть. Ну и как бы белые не играли, их положение проигранное. То есть, у белых есть размен ЕД4, либо им надо сразу закрываться. Вот таким образом. Если белые меняются, то также есть в этом положении два возможных варианта. То есть, если белые бьют на поле Ж3, мы нападаем. Как видите, ФЕ5, ДЕ5, вернее, играть нельзя. Потому что черные жертвуют одну шашку и забирают две. И должны легко победить. Поэтому после нападения ФЕ5 нельзя играть. Приходится белым играть ДЕ3. Тогда черные снова нападают. Надо меняться назад нельзя, надо закрываться. Почему нельзя меняться назад? Потому что черные ударом по затылку, так называемым, побеждают. Выигрывают лишнюю шашку. То есть, надо отходить после нападения. И черные отдают одну. И забирают две шашки, легко выигрывая. Поэтому в этой позиции белые не размениваются, а закрываются. И черным нужно сделать точный ход. ДЦ5. То есть, видите, мы надежно сковали центр белых. Нет такого хода из-за ДЕ5. Ой, СД4 и черные останутся с лишней шашкой. И хода СБ4 нет, так как черные подождут один ход и потом прорываются в дамки. Поэтому так нельзя играть. У белых здесь есть два варианта. Либо сразу же играть ФЕ5. Но тогда черные проводят разгромную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. СБ4 и СД6. Ну и как бы белые в этом положении не били, черные остаются с лишней шашкой. Например, побили сюда. Мы бьем вот таким образом. Ну и легко выигрываем. Поэтому в этом положении ФЕ5 нельзя играть. У белых остается единственный ход СД2. И черные делают снова точный ход ДЕ7. То есть, что хотят черные? Вот этот ход преследует цель на единственный ход ФЕ5 белых провести вот такую небольшую комбинацию. Отдать одну. Затем вторую. И забрать три шашки. В дальнейшем черные ставят дамку и должны легко победить в этом положении. То есть, мы рассмотрели продолжение, когда белые разменивались вот таким образом. Здесь во всех вариантах черные побеждают. Мы это доказали. Ну и естественно, ход СД4 невозможен, так как после размена черные отдают одну шашку и забирают целых четыре шашки. То есть, шашка, когда с помощью ударного хода попадает на дамочное поле, она в дальнейшем продолжает свой ход уже как дамка. То есть, белые здесь проигрывают. Поэтому в этом положении белые обязаны играть ЕД4. Ну и это продолжение мы рассмотрели. Остался вот такой еще бой. В этой позиции есть несколько вариантов для победы. Но наиболее простой, мне кажется, все-таки вот такой размен. То есть, в чем тут суть? Белым надо нападать, иначе они останутся без шашки. То есть, на ход СБ4 мы просто нападаем и после размена выигрываем шашку. То есть, так белым играть нельзя. Какие еще варианты есть? Если белые играют ЕФ2, то мы снова нападаем, и нет размена, потому что черные отдают одну шашку, и вот таким ударом по затылку остаются с лишней шашкой. Естественно, так играть нельзя. То есть, а ход ЕФ2 и после нападения закрываться также нельзя, потому что белые здесь проводят вот такой ударчик. То есть, одну отдали, вторую отдали, и прорвались на придамочное поле. В дальнейшем черные ставят дамку и также легко выигрывают. Поэтому в этой позиции белым надо нападать ходом СД4. Ну и черным лучше всего временно пожертвовать шашку и затем сыграть ЖФ6. То есть, с помощью вот такого хода мы здесь побеждаем во всех вариантах. Как видите, у белых ослаблен очень сильный их правый фланг, отсутствует шашка на поле Ж1. А у черных здесь все надежно закрыто, то есть белые никак не могут прорваться в дамки. Ну и в дальнейшем, то есть на любой ход, черные нападают и постепенно проводят все три шашки в дамки. Да, белые в каких-то вариантах могут поймать одну из дамок черных, но черные снова проводят следующую дамку и постепенно побеждают. Не буду приводить все варианты, попытайтесь найти здесь выигрыш за черных самостоятельно. Здесь он довольно-таки легкий. Ну и наконец, последний вариант на сегодня. То есть, в этом положении, после хода ФЖ3, белые могут и не размениваться ходом ЕД4, а поджаться ходом ЕФ2. Ну и в этой позиции черным лучше всего сыграть БЦ5. Теперь белые оказывают сильнейшее сопротивление именно ходом СД4. То есть, после хода СБ4 мы просто занимаем центр, ну и позиция белых также зажимается, у них не будет никаких разменов. Поэтому надо играть СД4, и здесь белым надо размениваться ходом ФЕ7. Разменялись. Теперь у белых нет хода БЦ3 из-за СБ6. И черные прорываются на предамочное поле. Естественно, ДЦ3 нельзя из-за СБ4. Остается единственный ход ЖЖ2. Теперь мы играем ФЕ5. Ну и здесь белым лучше всего сыграть БЦ3. Черные в этой позиции побеждают следующим образом. Лучше всего сыграть ЖФ6. Ну и после вынужденного размена, то есть на любой ход, черные грозили связать полностью правый фланг белых, и потом отдать одну шашку и прорваться в дамки. Чтобы этого не допустить, белым надо размениваться на поле Ж5. Другого нет. Теперь черным проще всего разменяться. Ну и видите, шашки белых полностью зажаты. То есть здесь ходов нет, здесь ходов нет, здесь нет ходов. У белых остается единственный ход ЖЖ6. Ну и теперь мы играем СД6. Белым остается играть только АБ6, но черные проводят небольшую комбинацию и легко выигрывают. Играем БЦС и затем отдаем одну шашку и забираем две, прорываясь в дамки. Белые еще пытаются поймать дамку черных, но черные размениваются и белым остается только сдаться. Если же белые в этой позиции не играют АБ6, то есть это приводит к быстрому поражению. Допустим, жертвуют временно шашку, отдают три, забирают две. То есть хотят отдать, подвести шашку H2 на поле H4, затем пожертвовать ее и прорваться в дамки. То черные здесь все равно побеждают. Занимаем поле F4, надо размениваться. Теперь двигаем эту шашку на фланг. То есть у нас, видите, этот фланг ослаблен. Нам надо все силы направить как раз на выравнивание вот этого фланга. Ну допустим, АЖ3, БЦ7, ЖЖ4, СД6. То есть белые, видите, не могут отдать шашку и прорваться, потому что здесь выигрывают так называемый удар по затылку. Черные отдают одну шашку и забирают две. То есть прорыва нет. А если прорыва нет, то приходится снова меняться. Тогда черные снова ведут шашку. На этот фланг надо играть ФЖ3. Здесь черные уже дают прорваться белым, но все равно выигрывают. То есть играют ЕД4 и на ход ЖЖ4 играют ДЦ3. Белые наконец-то прорываются в дамки. Да, кажется. Но черные жертвуют одну из лишних шашек. У них в данном случае здесь было две лишних. И играют ДЕ7 и побеждают. Друзья, вот этот вариант выигрывающий из-за черных указан во многих шашечных книгах, но ни в одном из видео на YouTube я не нашел ничего подобного. Так что данное видео является на данный момент эксклюзивным. Если вам оно понравилось, то пожалуйста поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Буду вам за это премного благодарен. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо неясно, отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры создавал DimaTorzok